Здравствуйте, друзья! В эфире канал Ньюрошворд и в рубрике «Два полковника и лейтенант Пиджак» с вами капитан первого ранга ВМС США Гарри Юрий Табах. Привет, Юр! Привет, Юр! Полковник вооруженных сил России Александр Глушенко. Привет, Юр! Здравствуйте, товарищи! Ну и старший лейтенант Пиджак или, как мы уже знаем по-зулузски Исихулу Исихерзулу или по-церковному Архимандрит Вооруженных сил или, как мы в прошлый раз определили, капитан пятого ранга или, поскольку сегодня 8 марта, бабник первого ранга. Итак, мы начинаем. Друзья мои, поскольку сегодня... А ты не боишься, что там тебя жена увидит в этом ролике? Ну, она в курсе, она в курсе, что я бабник первого ранга. Мы не разжаловали тебя! Но поскольку сегодня Международный женский день, 8 марта, то я считаю, товарищи офицеры, нам необходимо поздравить всех женщин с этим замечательным праздником. Потому что кто защищает женщин? В первую очередь, офицеры. Ну, у нас и в Израиле, по-моему, женщин офицеров не меньше, чем мужчин офицеров. Тут согласно. А потом, почему он международный, я не могу понять. Я вот только знал, что его в Советском Союзе праздновали. А потому что стало 15 республик, которые распались. То есть Советский Союз тоже назывался Ждународный женский день. А еще заставляли праздновать поляков, венгров, восточных немцев, чехов и румынов. Старый коммунистический праздник, созданный двумя коммунистками. Я думаю, что в Израиле сейчас на всех лотках полным-полно цветов. Мужики поздравляют женщин. Так что в этом плане Израиль не отстает от Российской Федерации. Я думаю, да. Но это в Израиле, да. Я думаю, и в Европу пришел этот праздник. Чем больше социалистические становятся в Европе. Ну а потом в Израиле, значит, продать подарок еще раз на какой-то небильный праздник, это не грех. Но дело в том, что там, как пел Высоцкий, ведь там на четверть бывший наш народ. Ну, это да. Сейчас там 9 мая тоже праздник будет. Ну, в принципе, да. Но, поскольку до победовесия еще далеко, но я все-таки считаю, что, дорогие дамы, мы поздравляем вас. Мы очень любим вас. И, безусловно, эта передача посвящена исключительно вам, дорогие женщины. И мы будем сегодня говорить исключительно... Я согласен. О женских проблемах. Ну а я, в свою очередь, что могу сказать? Я старый солдат и не знаю слов любви. Дам на разу. Дам на разу я старый солдат и не знаю слов любви. Но, когда я вижу вас, прекрасные женщины, я чувствую себя одиноким путником. Понятно. Но, Владимир Владимирович Путин, он не чувствует себя одиноким путником. В частности, когда он посещал знаменитый город невест Иваново, там к нему подошла молодая девушка. Как впоследствии выяснилось, ее зовут Юлия Шилова. И она ни много ни мало сделала следующее. Она предложила Путину выйти за нее замуж. Ой, виноват, извините. Жениться на ней. Точнее, она не так сказала. Она предложила иначе. Давайте, говорит, я выйду за вас замуж. Но впоследствии выяснилось, что это милая дама. Это, оказывается, актриса детского театра. Ей 28 лет. Она не замужем. Позвольте цитату, дорогие друзья. Я не нашла еще подходящего мужчину, которого хотела бы видеть своим женихом. И далее она сказала про Путина уже. Мне нравится, как он управляет страной. Я смотрю обычно все пресс-конференции, которые он дает. Я давно уже им восторгаюсь. Насколько он грамотно решает дела. Насколько он держится уверенно со своими партнерами на международных переговорах. Я понимаю, дорогие друзья, что в России женщины хотят выйти замуж за Путина. За Путина, за Путина. Мы все хотим замуж за Путина. Скажите, тогда уж мы все выйдем замуж за Путина. Но у меня к вам вопрос. Вот как вы считаете, есть ли шанс у этой Юлии Ширу? Шанс на что? Шанс, чтобы он сделал с ней то, что он делает со всей остальной стороны? Мне трудно сказать. Возможно. Ну вообще, шанс всегда есть. Шанс всегда есть. Просто я вот так думаю. Есть сколько? 28? 28. Ну что, а ему 68, да? Да. Какая-то 40 лет разница? Ну она не боится за его вообще здоровье там и все такое. Нет, ну зато она получит какое-то большое наследство. Какие-то там, я не знаю, там дворцы, яхты, еще что-то. Она где-то стоит и плавает. Он говорит, когда знаешь, когда 25-летняя, а она там 75 лет, он говорит, Сема, а если я ей скажу, что мне 65 лет, мои шансы улучшатся? Шансы улучшатся, если ты ей скажешь, что тебе 95 лет. Я знаю, какая шанс. Ну просто, вот сейчас у нее, я так полагаю, с чисто житейской точки зрения, у нее появилось гораздо больше шансов просто выйти зам. Она прославилась, она нарисовалась на все свое, это Иваново, там, город немецкий. Ну просто на нее посмотрели. И так это сама, она сделала себе рекламу при условии, друзья. Вот я, например, живу постоянно... На его месте должен был быть я. На его месте должен был быть я. Нет. Набьешься. Дело в том, что я на целую голову выше него. Тут ничего не совпадает. Да. Они же специально... Ты что, собрался замуж за Путина, Саш, я за тебя беспокоюсь? Нет, ну она сказала, на его месте должен быть, там, непонятно. Значит, смотрите. Специально подыскали девушку, которая ниже его рост. Ну да. Эти девушку, которая ниже ростом Путина. Обычно ж как, жених невеста, невеста должна быть чуть-чуть пониже. Ну, на всех свадебных фото мы видим, да, во всех фильмах там и так далее. Ну, как правило. Здравствуйте. Обидные вещи сейчас говорим, да. А что, у тебя наоборот? А у тебя наоборот? Нет, у меня не наоборот. Почему ты сразу подыскали, сразу подставили? А почему ты не веришь в светлую любовь? Восьмое марта. Человек любит президента, готов быть его женой. И она подошла к нему и сказала, Путин, ты хочешь большой и чистой любви? Хочешь большой, но чистой любви. Без кузнецом или без кузнеца? А зачем нам кузнец? Кузнец не должен. Так вот, нет. Вот каким образом простая вот эта девушка, артистка вдруг оказалась рядом с Путиным? Она не могла туда просто пройти. Ну, буквально, ну, кто бы ее туда подпустил? Это не бывает такого. Или, ну, там, ее бы загородили там какими-то стеклами, она как в тюрьме там билась бы как рыба об забор, об эти стеклянные там загородки. Вот. Это все подстроено, само собой. Больше того, вот я живу в Саратове. В Саратове есть детский театр, театр юного зрителя. Я регулярно и одного, и второго балбеса, когда второй балбес приезжает сюда в Саратов, обоих их ввожу в детский театр. Театр юного зрителя и в Кухольный театр. Теремок у нас есть такой. Но я почему-то вдруг, у меня вот, ну, не сподобился я узнать лично ни фамилию, ни имя, ни одного актера. Спектакль интересный, вроде все весело, все там, все играют, поют и пляшут, а артиста этого я не знаю. Ну, не читал я эту программу, я не хочу. И я, у меня вообще складывается впечатление, что скорее всего она к этому театру никакого отношения не имеет. Это майор местного ФСБ, может быть капитан, 28 лет это капитан. Вот. Ее никто не знает, никто на нее не обращает. Поэтому два варианта. Либо она сейчас выйдет замуж за какого-нибудь Ивановского парня, ну, с которыми проблемы у Иванова, насколько я знаю, это же город невеста. Либо это просто человек в бронежилете и с пистолетом в кармане, которого подпустили вот к этой священной корове. Ой, тьфу, прошу прощения. Быку. Особенно. Осеменителю. Ну, это тоже возможно. Ну, а я не понял. А что, а Путин-то что ответил, да или нет? А он понятно, что ответил. Вот непонятно. А, непонятно. Ну, конечно, интереснее обсудить, если бы он согласился и сказал, конечно, да. Но там же есть целые форы, бабушки, которые боятся, готовы быть его женой. Да. И с дирижером, и с палочкой, и без палочки, и все так много же есть песен в нашем проекте. А кто на свете самый умный? Кто самый-самый молодец? Кто в наше время самый альфа, омега-бета наш самец? Кто наших щук осеменяет? Целует мальчиков в пупки. Кого с любовью поминают? Беслан и Курска – моряки. Кто много газа выпускает? Чтоб людям делалось тепло. Друзья, ну кто его не знает? Весь мир кричит ему – Hello! Хеллоу! Путин, хеллоу! Путин халло Кто поднимал тону с коленей Кто указал ее стезю И кто на зидании поколений Ее поставил буквой ЗЮК Страну ведет он к новой цели По старой доброй борозде Связит на радио, на теле Находит амфор везде Путин халло Путин халло Он мастер спорта по стартирам Собочит всех и пощадит Земное небо стал тиром Избивает все, что там летит При всем при всем он самый честный И не боится ничего И жуба Равель самый известный Давайте чествуйте его Песня дружно Путин халло Путин халло Путин халло Слушай, здесь на тему, что он ответил, есть анекдот, правда немножко пошловатый такой. Ну ладно, большой начальник, генерал приезжает в какую-то воинскую часть с проверкой, там дела, завал, шват, там все плохо. Ни боевой готовности, ни мобилизационной, ни боевой подготовки, ни стрельбы, ничего там, в физоне сдали. Ну его притаскивают в баню с огромным бассейном, значит, накрывают стол в этой бане, его там парят, он отдыхает. Ну этот командир части, которого он проверяет, говорит, а может девочек, генерал, ну уже поддал, хорошо, давай. Вот заходят девочки, ну вот которые там на выбор, там с продлением и так далее, там целая шеренга на бортике этого бассейна выстраивается. Значит, типа, то ли выбирай, то ли строгни меня в воду, то ли давай вместе искупаемся, их там человек 10 стоит, он говорит, сначала, а ну разделись. Все они разделись, генерал идет такой, тоже разделся, а ну разогнулись, они все нагнулись, он подходит и каждую в попку целует и говорит, все что могу, все что могу, все что могу, все что могу. Не только, он же целует всех детей, то в пупочек, то в макушечку, то еще куда-нибудь, это он тоже может. А что пошло-то? Ну, как бы, ну я не знаю, ну так, во-первых, я генералов боюсь, во-вторых, голод женщин, вот такая вот герой. Про генерала сыграла, за ручки приводят его к вардель. Ну, он говорит, всех, 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 ну всех выстроили, ну всех, ну как всех, товарищ генерал, 98 лет, он говорит, всех, ну всех, девушек с низкой социальной ответственностью, да, ну там же журналисты, камеры, значит, телевидение, говорит, как вы раненый генерал в боях, там все, вам 89 лет, как это у вас так получилось, что вы, вот так вот, удачно парализовало? Да, но, господа, тут не только Путина удачно парализовало, а дело в том, что давайте вернемся к главной теме нашего времени, это к коронавирусу. Дело в том, что в Краснодаре с коронавирусом тоже борются женщины, которые ровесницы Путина, или даже немножечко его старше. Они, так сказать, решили обкуривать окружающее пространство и утверждают, что теперь Россия, она свободна от коронавируса. Будем бороться с коронавирусом, чтобы он не попал в нашу Россию. Вот таким образом, вправо три раза, влево три раза, обкуриваем коронавирус. Нам он не придет, мы его закроем. Коронавирус больше к нам не придет. Мы оградились обкуривание нашу страну, нашу Россию. Будем бороться с коронавирусом, уничтожать его и будем сжечь костры. А что вы делаете? Что такое? Мы зажигаем костры, уничтожать коронавирус, чтобы он не попал в Россию. Тебе тоже надо научиться. Влада Васильевна, научите тоже шефа, как правильно. И вот таким образом мы разгоняем огнем коронавирус. Восьмерку, шеф, крути восьмерку. Коронавируса... Отлично, отлично, я думаю, не пройдет. Коронавируса не будет. Нет коронавируса. Коронавируса нет и не будет. Мы его сожгли. Правильно, восьмерку мы сжигаем. Восьмерка? И не будет в нашей стране коронавируса. Вот так вот мы снимем с ними. Уничтожим его. А, надо было огня побольше, может, да? И наша страна будет здоровая. Россия. Ну так, Влад, это вот она технология последних лет. А вы думали? Раз, раз и все, спасибо вам. План говно, я не хочу в нем участвовать, я блесгаю. Что вы можете сказать? Вот могучие умы бились, бились, или бьются, бьются, создают вакцину, а эти бабушки взяли и... Обожаю, могу сказать, обидно. Ты что, работает же? Как дела, ты? За то! Жалко я сейчас про это узнал. Почему они раньше это не говорили? Сейчас я знал. Так, может быть, я знаешь, может быть, я многим своим морпехам как-то под трипера спас. Я не знаю. Этим способом. Ну, дело в том... Только обидно ягоди после похода, чтобы болели. Не, ну согласитесь, на сегодняшний день, как говорится, молитвами этих бабушек, или там заглядными, или камланиями этих бабушек. Россия на сегодняшний день среди, скажем так, экономически развитых стран, или интегрированных в международную экономику стран, сегодня на последнем месте по заболеванию. На самом деле, согласитесь, так же, да? Смотрите, все эти монстры европейские, которые там... Там лучшая медицина в Италии, лучшая медицина в Америке, ну там болеют. А в России, ну что там, ну 10, ну там 5 человек, там 7 человек. Хотя мы, конечно, реальные цифры, может, мы и не знаем. Да, но в любом случае наши дотошные журналисты из всяких гнусных эхов Москвы и новых газет, они все равно докопались бы до этого. Нашли бы это все. Вот эти вот ушлые, подлые личности, которым не щадится, не спится. Да и мы бы с Гиммельфаром все это узнали и давно бы уже все это выложили. Но на данный момент, вот официальная информация говорит, что там что-то 10 или 12 человек, и то прилетевшие из Италии или из Китая. Все, других нет. Значит, бабушки помогают. Свидетельствую, в России самая низкая в мире заболеваемость трипером среди бабушек. Это вот зуб дают, гарантию дают. Ну, слушай, когда я жил в России, когда я там, вообще все болезни лечились. Реально, вот все. Значит, и причем лекарство было такое, несложное. В общем, если ниже груди, значит, это надо водку с медом. Все, что вы, как груди, водку с перцем. Все. Все сразу выздоравливают. А то, что ниже пояса, водку с сою. Да, еще были интересные. А вот насчет этих самых половых заболеваний, там вот этих вот венерических, тут была вообще картинка интересная. Это все, вот я вспоминаю, я был курсовым офицером в военном училище. Ну, это такая должность, младший преподаватель, скажем так. Преподаватель там таких наиболее несложных дисциплин, я проработал несколько лет. И ко мне приходит курсант мой и говорит, товарищ старший лейтенант, я цепанул в увольнении. Взял и цепанул. В гарнизоне, гарнизон в Саратске был очень большой. Пять военных училищ, огромный военно-строительный отряд, какая-то там бригада внутренних войск, какая-то там ракетная часть. Короче, ну, тысяч 20 военнослужащих в городе было железно. Вокруг города и в городе. И был в центре города военный госпиталь. И там был один подпольный венеролог. Подпольный венеролог. Значит, вернее, их было два. И самое интересное, вы знаете, как его звали? Наум Евсеевич. Нормально. Татарин, что ли? Татарин написал. Этот Наум Евсеевич, значит, лечил негласно, подпольно. А другой был, по-моему, типа Иван Васильевич. Тот лечил глаз. Так что нужно было? Значит, если курсант, не дай бог офицер, приходил, попадал в смету, лечить вот эти все безобразия, в смену Наум Евсеевича, Наум Евсеевич брал с него там 40 рублей. И говорил, вот тебе то-то, 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 лечись так-то, 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 через неделю придешь на проверку. Я все тут, это самое. Я молчу. А когда попадали к Ивану Петровичу, Иван Петрович писал докладную начальнику госпиталя, и она улетала тут же в воинскую часть. А в Советском Союзе была уголовная ответственность за распространение всего этого дела. Да. И если офицер или курсант попадал на это дело, серьезно говорю, значит, его тут же, а тем более если он был комсомолец, а все были комсомольцами или коммунистами, это однозначно. Курсанты все комсомольцы, офицеры все коммунисты. Тут же ты попадаешь на партсобрание или комсомольское собрание, тебе либо там строгий выговор, для офицера строгий партийный выговор, это ты три года без продвижения. Все, вот все, ты умер командиром взвода три года вперед. Потому что партийное взыскание снималось только через три года. Вот. Комсомольцу, курсанту, то же самое. Если он отличник, то он с отличием уже не закончит военное училище, только по той лишь причине, что ему по научному коммунизму поставят трогу. Научный коммунизм и трипер. Очень взаимосвязаны. Может так, загляд в ногу идут, можно сказать. Да. И вот это вот приклеивалось к курсанту на весь период обучения. Вот на первом курсе трипер подцепил, до четвертого курса тебе по всем мировоззренческим, обществоведческим дисциплинам, история партии, философия, политэкономия, атеизм, основа нравственного и эстетического воспитания. Ты слышишь, какие предметы у меня были в военном училище? Вот. Научный коммунизм. Да-да-да. Научный коммунизм. Да так тебе времени не хватало. Да какая тактика, о чем ты говоришь? Значит, по этим всем предметам триперному курсанту выше тройки не ставят. Потому что все эти партийные органы держали на контроле. А преподаватели, наоборот, по тактике, по огневой, вот то были мужики, они сами были жуткие бабники, вот с такими красными обветренными харями, потому что они по 6 часов на 30-ти градусном морозе каждый день стояли там, эту тактику преподавали. Вот. Они над этим ржали. Почему откуда вот эти все фразы появились? Пальмар-сос. Допустим, кафедра тактики жутко ненавидела кафедру научного коммунизма. Они просто плевались в них там буквально даже, идя друг другу навстречу там по плацу. Суть не в этом. Подцепить трипер – это было все. Пипец карьере. Вот так вот. Нет, ну вот смотри, я не понимаю одного. Я не понимаю логики во всем этом. Я как вот в этом празднике, 8 марта, я не совсем улавливаю смысл там. Ну, теперь, ну что, сейчас будем выпивать за здоровье, красоту наших женщин, нажрём себе, они будут вечером мыть посуду, чтобы быть, ну, такой это любовь к женщине, к чему один день, непонятно. Неважно. Я не понимаю, не улавливаю логику. Во-первых, с медицинской точки зрения, если ты подцепил какую-то болезнь, ты должен идти к врачу, наоборот, просить часа. А если тебя за это накажут, что ты чем-то заболел, то ты не идёшь и продолжаешь распространять, или идёшь к какой-то бабке, которая там тебя будет замаливать, ничего не вылечит, а ты будешь думать, что ты здоров, и ещё заразишь больше людей. В медицинской точки зрения, ну, совершенно новый секс наказывать людей за какую бы там болезнь, как бы они её не подцепили. Это было в уголовном кодексе. Да, вот. Ну, это вот эта дебильность этой структуры, которая сильно не изменилась. Это с... Теперь, с научно-политической точки зрения, тоже абсурд. Потому что, если бы даже ты выучил там этот ленинизм, коммунизм какой-то вот этот, на пятёрку, то зачем тебе учить? Тебе и так тройку всё равно в ленин. Так нахрен учить. Теперь ты его тоже не учишь, тоже он тебе становится противным, и ленинизм с коммунизмом вместе. Сами действуют против себя. Ну, раз уже нашёл такой заговор, разговор приходит, значит, муж три дня дома не был. Она говорит, да, вот ты там такой гуляка, значит, бабник где-то был, где-то шлялся. Ну, офицер пришёл, да, он... Ну, учение уже, она не верит, что он учения был, остальных же не было, что она где-то... Он говорит, ехал, он говорит, на службу, говорит, значит, открыли в штабе конвект, а там белый порошок. Всё, всю часть открыли, никто не заходит, никто не выходит, полный каротин. Она говорит, боже мой, неужели сибирская язва? Она говорит, час, три, да? Нет, но раз уж речь зашла о болезнях, и тем более о коронавирусе, позвольте мне, господа, рассказать чисто еврейский анекдот. Значит, старый еврей заболел коронавирусом, поместили его в инфекционное отделение, он лежит, умирает, и объявляет последнее желание, приведите мне православного батюшку. Ну ладно, последнее желание умирающего, закон, приводит ему православного батюшку. Он говорит, батюшку, у меня есть последнее желание перед смертью. Вот вам ключ от моей квартиры, а вот вам ключ от сейфа в моей квартире, вот он там с занавесочкой. Вы его откройте, там полно денег. Вот все эти деньги, пожалуйста, передайте в синагогу. Батюшка в полных непонятках говорит, сын мой, а почему ты тогда не позвал раввина? Куда позвал? В инфекционное отделение? Да, понятно, да, конечно. Кстати, тоже вы мне анекдот рассказали, мне там у нас задний, он очень понравился. Обстреливали у вас там Ашдот, или какой город, я сейчас не помню. Ашдот обстреливают, эти косамы летят, эти ракеты с газы. Ну, два старых еврея русских уже, но уже надоело это бегать, значит, это бомбоубежище, ну, кого они пытаются напугать, я не знаю. Они залезли на крышу, поставили раскладные стулья, ну, и смотрят, как летают эти ракеты, смотрят, смотрят, ну, а у израильтян же, если траектория, что эта ракета куда-то попадет, они ее сбивают этим куполом, железным куполом. Ну, это они смотрят, какие-то сбиваются, какие-то летят мимо. Вдруг одна ракета взлетает, что часто бывает, с этими косами, летит вверх, потом вниз, и там, откуда она вылетела, туда, и бах-бах, все взорвалось, горит, и один этот старый еврей другому говорит, Сема, а как будет по наидыш Аллах Акбар? Ну, примерно так. Но, все-таки, дорогие друзья, давайте мы вернемся к проблеме коронавируса и перенесемся сейчас в благословенную Америку. Дело в том, что одна чиновница из Калифорнии, она предложила для профилактики коронавируса не трогать лицо руками. Ну, нормально. Но она для того, чтобы перевеснуть бумажку, она послюнявила палец. Сегодня начинай работать не трогать лицо, потому что одна основная способ, как вирусы распространены, это, когда вы трогаете твои собственные мурицы, носа или очки. Как это соотносится, Юр? Это к тебе уже вопрос. Ну, это абсолютно. Во-первых, это Калифорния. Это Калифорния демократический штат, чьи чиновники там демократы. Поэтому коронавирус, во-первых, они уверены, они ведут нога в ногу вместе с вот этими российскими бабушками. Все это трапом придумано, чтобы экономику разрушить, чтобы еще... Это в Калифорнии у нас чиновники тоже там одна, по-моему, она или в Конгрессе, или какая-то... Она вообще сказала, она надеется, что коронавирус всю экономику американскую грохнет. Это американцы, это представитель нашего народа. Американцы, чтобы не избрали Трампа. Вот она готова все убить, все, значит, гранату в штаны, лишь бы не было войны, и камня на камне, не осталось, чтобы только из Трампа избавиться. Вот даже, чтобы... Не представляете, что экономика рухнет американская, не представляете, что в мире начнется. Ну вот, она говорит, ну, зато Трампа не переизберут, потому что при нем экономика очень хорошая. Это вот такие у нас демократии. Мне интересно, что вот эти вот все чиновники, они уже такие стали все большие медицинские светилы в вирусах, хотя на прошлой неделе они были очень большими знатоками конституционного закона. А в прошлом месяце они были все ведущие военачальники, знали все точно как я. Понимаете, это гениальные люди у нас демократические от партии демократов. Ну, там от партии республиканцев примерно тоже, но не настолько гениальны, не настолько гениальны. Замечательно, поразительно, гениально. Они иногда заблуждаются, а эти уже вот она говорит лицо не трогайте пальцами и коронавируса у вас не будет. Еще бы плюнуло бы своему собеседнику в лицо и было бы совсем безопасно. Я тебя поцелую. Потом. Если захочешь. Смотри, вообще с коронавирусом, конечно, раз мы уже начали вот такой деликатный разговор, сегодня на 8 марта связанный, вот смотри, нигде из Дера скупили маски, нигде нет масок. 9 тысяч человек заболело коронавирусом во всем мире. Сколько на тому умерло? 3 тысячи или сколько и то... Нет, подожди, какие 9? 100 тысяч уже на сегодняшний. 100 тысяч уже, а сколько умерло 9? А, умерло 3. А, умерло 3. Хорошо. Пусть хоть 33. Но это в масштабе мировом... Жуткий циник. Это вообще ну что. Знаешь, эти маски, которые они коронавирусом микроскопически, что эти маски это бестолг. Они не помогают в противогазе. Но все маски раскупили. В мире, по-моему, 300 миллионов людей болеют с ПИДом. Презервативы что-то не раскупают в аптеках. А тут 3000 человек гумерло и все маски раскупили. Знаешь, это искусственно созданная паника. на этом зарабатывают. Он у нас Навальный недавно ролик выпустил, как цена этой маски от фабрики и до прилавка аптеки, как ее цена там стоят в десятки раз. Вот он показал это все совершенно ясно. сколько это сейчас миллиардов миллиардов долларов экономики это стоит Китай. Вообще Китай сейчас может дроваться. А вообще я тебе по опыту скажу, вот работаем в учебном заведении, я работал замдиректора крупного колледжа, там полторы тысячи студентов у меня было, значит, и тут вдруг эпидемия гриппа. у нас каждую зиму эпидемия гриппа в Саратове. Объявляют на неделю карантин, на две. Я добился того, чтобы в колледже не было карантина вообще. У меня не было заболеваемости. Все учебные заведения позакрывали, а я, значит, взял, не покупал эти маски. Купил за государственный счет, там все за бюджет, купил огромное количество рулон марли. В производственном вот этом мастерской, где дети учились шить, они поношили мне ватка марлевых порядок. Значит, понадевали на себя. И вот в период вот этой эпидемии гриппа ходили и колледж не закрыли ни на один день вообще. Вообще ни на один день. Весь город был закрыт, мой колледж работал. Значит, но я почувствовал тогда, что я почти как в армии. Почему в армии носят военную форму? Не для того, чтобы узнавать своих в бою или красиво ходить на параде, чтобы у командира всегда была возможность докопаться. что у тебя неправильно висит значок, у тебя не так расположена эмблемка, у тебя не так расположена нашивка, чтобы ущучить человека, какой бы он ни был хороший. Товарищ солдат, ты очень хороший, но поправь головной упор. Пожалуйста, Один-два пальца отправить. Иначе ты сейчас со своей отличной службой просто поедешь на голплафту. Вот так вот. Возьмешь и поедешь. Потому что у тебя распущен ремень, расстегнут крючок. Вот то же самое я почувствовал с масками. Студент приходит на урок без маски, я начинаю, вот любой преподаватель имеет право, значит, на нем построить какую-то воспитательную работу, показать свое превосходство. То есть, я их в одну форму привел, понимаешь? Вот это вот был нормальный подход. Я говорю, понимаешь, это вот, понимаешь, нет формы единой в учебном заведении, а тут все вот, понимаешь, по одной половице у меня ходят, не дай бог, без маски. Какой кайф. Педагогический и офицерский. Оп. Правильно, правильно. Слушай, Юр, я хочу тебя спросить, а что там у вас в Израиле вообще происходит? Я понимаю, что вы пишете где-то, ну, все кверх ногами, у всех людей так, у вас по-другому. Пишут наоборот, но... Что там это? Вот я смотрел, смотрел, он тут выступал на одном из каналов, ну, так серьезно надо было, там были такие у меня оппоненты, которые ему серьезные верили пацаны. Ну, и вообще решил вот набраться, что происходит там в Сирии, с турками, с Путиным, с Эндаганом, что он приезжал. Все такое. И тут Яша Кедми вдруг вот у меня выскочил. Оказывается, он израильтянин, какой-то генерал контрразведки, суперсекретной разведки. и он говорит, что русские полностью разгромили турков. А-а-а, ну ты больше Яшу Кедми слушай. На, серьезно, ты не верил? Не верил, нет? Не мою. Кстати, Юр, прямо скажу, я слежу за этой ситуацией, за... Вообще, вот честно тебе сказать, ну, скажем так, ну, в журналистике я вот, ну, в 12-го года, в публицистике, в журналистике, тем более, работаю в профессиональной... Это шартоватый человек, да. Да, 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 вот хорошо сохранился, но, к счастью, пришлось оттуда соскочить, потому что для меня, например, сейчас название журналистов стало несколько унизительное, просто я знаю эту кухню изнутри, все это заказов, все эти, все это джинсу и все остальное, все эти заказы учредителя, я 5 лет писал заказные статьи, сидел, как полная мразь, я каюсь перед вами, зрители, честное слово. Так вот, и какой бы ватник не приходил, ватник я имею ввиду, ну, ты понимаешь, что такое в русском понимании ватник, да? Ну, это тот самый, как кандовый, там, сталинист, там, брежневист, коммунист, ну, в том числе и путинист, вот они все, кто приходит, и они постоянно, конечно, тут у них интересно получается, приглашаешь его на видео, ну, на передачу, на видеоролик, да, сажаешь его в студию, начинаешь с ним общаться, там, ну, скажите ваш комментарий по этому событию, по этому событию, а он считается то ли политологом, то ли политиком, то ли депутатом, то ли еще кем-то. Этого пидора в химках видал, деревянными членами торговли. И они вот, видимо, понимают, что в сознании простого русского человека слово «Израиль» это каким-то образом, ну, какие-то наши потенциальные враги в Советском времене. Да, это как враги в Слове. Вспоминайте термин советских времен «Израильское военщие». Естественно. Другого-то не было. Так вот, и они везде дали этого. А вот по мнению израильского политолога Якова Кедми, и, понимаешь, каждый второй коммунист, каждый второй ватник, каждый первый путь, путинец, все говорят, а вот израильский политолог Яков Кедми. Ребят, Яша Кедми, он же Казаков, кормится с кремлевской кормушки, извините меня, съедает каждый раз целый чан Ботвини. Поэтому, ребят, ну, ссылаться на мнение Кедми... А вообще-то он так плохо выглядит, такой хлюпенький, маленький. Ну, маленький, хлюпенький, ну, подбирали под стать Путину. Поэтому, ну, знаете, господа, ссылаться на мнение Кедми это себя не уважать. Какая гадость, какая гадость эта ваша взрывная рыба. Не, я не на его мнение, я просто говорю, ну, почему это должен быть еврей-израильканин? Вот в чём. Я говорю, почему это не мог быть какой-нибудь узбек, там, или ещё... Отвечаю! Он израильтянин, и обязательно вот ещё генерал, какой-то предполковник, я не знаю, какое-то себе там звание взял, по-моему, на одно звание выше живет. Он такой же генерал, как я, папуас. Мало ли, в Бразилии... Педро... И ещё есть какой-то серьёзный контрразведки израильский, вообще, капец. Работал в НАТИВ. Вот и всё. Это серьёзная организация, это сейчас не надо. Вот это, вот эта организация, и ООО. Я тебе отвечу очень коротко, словами Игоря Губернатора. Без мата, без мата, попрошу. Современности Эйнштейна. Это, как говорится, про Яшкен. Ну вот, так я в этой программе, значит, там идёт спор, там, я говорю, ребят, я не хочу, ну, поймите, но не может быть там такого вооружения, там, турки тоже, там, конечно, нельзя их сравнить, там, с Великобританией, Израилем, или Соединёнными Штатами, но всё равно у них, по сравнению с россиянами, у них оружие, оно более современное, даже эти беспилотники с пропеллерами, всё равно они более современные, они всё равно уничтожают цели, там, и турецкая армия, она всё равно более профессиональная, поэтому, я говорю, ну, это как сравнивать, я говорю, москвич с Теслой, может, значит, мне пишет один, там, он написал про Кедми, я почему про Кедми, я же не всё читаю, но когда он всегда рекламирует Кедми, этот мужик, вот Кедми, там, он знает, я же Кедми, о чём говорит, а этот, колбасный еврей, сенсорматолога, да, такое оскорбление, серьёзное, сенсорматолога, он, унизительное, можно сказать, он, что написал, он мне написал такую фигню, значит, он говорит, москвич надёжен, надёжен, без отказа, ремонтопригоден, в отличие от Теслы, он выигрывал международные ралли в 68-м и 71-м годах, иностранные экипажи пересаживались, или пересажались, я точно не знаю, на москвичах, я бы поостерёгся хвалить Теслу рядом с москвичом, ой, дурак, это вам не хухры-мухры, да это я... вот такой ляп я сделал, вот такой ляп я сделал, так вот сравниться, это главный инженер чего-то там, да, ага, вот я же дед не знает, что говорит, а не этот, колбасный. Юр, я тебе одно могу сказать, поменьше ходи на РТВА. Да, где-то да, я уже давно, я уже, года, я уже года 3 или 4 на РТВА не выступаю, отказываюсь от этого, но начальник мне ещё иногда снился, что я это, у меня тут даже Фрейден был, у нас есть такая журналистка от ЭКО Москвы, Карина Орлова, лучше не знаю, она часто выступает, да, она часто выступает, там, я был про Трампа, она там говорит, вот у меня был с ней, телепередача вместе у меня с ней была, и я до такой степени, она так говорила, что я его, когда я назвал Екатериной, не и Карина, а Екатериной, на что она, конечно, у меня по Фрейду, я потом понял, что Екатерину Катрикаццо вспомнил, и вот так вот ляпнул, это дело, потому что мне потом мой психолог это объяснял, что когда я мчина, я должен думать о хороших, позитивных вещах, там, красивая девушка, вот говорит, там, а у меня красивая девушка, вот она говорит, и у меня теперь остается красивая девушка, которая говорит, это может быть Екатерина, и Карина, и вот, какой ляп я совершил, да. кто тебе сказал об этом? Мой психолог, который... У вас что, у каждого? У каждого? Да, да, потому что я говорю, что у меня, когда я начинаю говорить о Трампе, или о Байдене, короче, спор шел о том, что, я говорю, Байдена и его сына надо расследовать, а, мол, Трамп использовал свою должность президента, давил на Зеленского, чтобы те начали расследование, и вот нас ждет спор, а это вот против... Я говорю, подождите, вы считаете, что расследуют коррупционную схему, американцы давят, что тут с коррупцией боролись. В Украине начали расследование против самокоррупционной кампании, потом прекратили, потом генпрокурор хочет опять начать, но к этому времени уже Сен-Байдена в этой кампании работает, получает больше 80 тысяч долларов в месяц в нищей стране. За что? Языка не знают, про эту систему газ, нефть ничего не понимают. Здесь вообще Украина не находится, даже никогда не знал, что есть такая страна. За что ему плакат? Я пытаюсь сказать, что это выглядит как взят вице-президент. И когда хочет Шокин генпрокурор начать расследование против этих кампаний опять и против Сен-Байдена, приезжает Байден и говорит, я вам миллиард долларов не дам, если не уволите этого генпрокурора. Ну, она говорит, потому что весь мир говорит, что он коррупционный, что он вор, хорошо его уволили, чтобы воровать перестали. А потом мало ли что говорит весь мир, надо же провести расследование, судебный процесс. Что значит весь мир приемлемый? Увольте его. А это не вмешательство в чужую страну, в их политические действия. Как в Израиль Обама вмешался, дал деньги, чтобы на Тарьяху сняли. Не свои деньги, а налогоплательщикам 250 миллионов, по-моему, 25 миллионов, сейчас не помню. Не важно. И я говорю, ну, хотя бы это вылишь, там, интересы как-то задеты, или что-то такое. Ну, да. Так и расследование должно быть? Она говорит, ну, да. Значит, согласна с тем, что расследование должно быть. Это все, что президент спросил у Зеленского, что надо начать расследование в эту коррупцию, раз наша страна борется и заставляет вас бороться с коррупцией, то начните расследовать. Потому что против Трампа импичмент даже расследование не надо. Так, а расследование все равно импичмент. Доказали, что он не принял, все равно импичмент. И вот с этим спорить или это объяснить, что вы хотите бы расследование проведить, если бы... Ведь вы Трампа же расследуете все время, но пытаетесь даже не расследовать, так импичмент сделать. А здесь явно коррупция участвует, и хотя бы конфликт интересов. Вы говорите, нет, расследование не надо. Но это беспоко говоримо, потому что есть вот эта у нас политика такая, что Трамп плохой, что Трампу нужно сделать импичмент. Они азгоями считают. Почему я это вообще вам говорю на 8 марта? Я просто хочу сказать, что я понимаю, что Трамп еврей. в каком смысле? А потому что если ты сидишь и доказываешь, что не все не евреи ужасные люди, что среди них иногда, редко мы попадаем запорядочные, умные, что-то изобрели, лекарства вроде этого коронавируса сейчас в Израиле изобретают, да, то это бескуку доказывает, потому что все равно евреи плохие. Вот есть люди, которые это не докажешь никаким образом, ты никогда не докажешь, что Трамп прав в этом. Нет, все равно он не прав, от него надо избавиться. Нет, евреи плохие, от них надо избавиться. Никаким образом ты ничего не развернешь. Вот так вот задуман мир. Интересно. Я сейчас задумался над этим вопросом, ты там сказал про персонального психолога, своего психолога, я понимаю, слушай, Юра, у нас такой службы в России нет, да? Нет. Ну, это я про себя сейчас прошутил, но у нас все, кто были в боевых действиях, перед тем, как уваляться на граждан, вы должны пройти психологически. Нет, это да, это у нас называется военно-врачебная комиссия. Я думал, у вас у каждого более-менее состоятельного человека, более-менее такого приличного, есть личный психотерапевт. У многих есть, у многих есть. Есть, да. Да, у многих есть. психотерапевт. Я считаю, что все люди, которые были в боевых действиях, должны пройти курс вот этого разрядки. Это само с тобой. Потому что когда смеются над российскими десантниками, что они там ломают ларьки и песен со 2 августа, там, драки, купания в бассейнах, что это они просто... А я считаю, нет, я считаю, что даже за эти два года, даже то, что они не были в боевых действиях и до такой степени накачали, что ху-ха, ху-ху-ху-ху. А потом бах, и в один прекрасный день их выкинули на улицу и сказали, все, спасибо за вашу службу, спасибо, Родина вас не забудет. И никогда они вот декомпрессию с ними не провели. И они вот этим под давлением накачанные, агрессивные, озломленные выходят на улицу и, конечно, они какому-нибудь армянину и так на... А еврей может из-за ее армянина сойти, поэтому я всегда думаю, я тоже могу получить каких-то реальных людей. Самая главная, вот на мой взгляд, психотерапевтическая помощь, это когда рядом есть мудрая и прекрасная женщина. Вот это... Солотые слова, говоришь, Кимельфон, вот еврейская мудрость. Видишь, как он выдел это все? А это... Вот правильно вы подняли эту тему именно на 8 марта, для того, чтобы мы могли совершенно логично сделать вывод. Некрасивых женщин не бывает. Красота их жизнь предисловие. Мы ее нещадно убиваем ни вниманием, ни любовью. Не бывает некрасивых женщин. Это мы наносим вам морщины, если раздражительно, желчен, голос ненадежного мужчины. Сделать вас счастливыми непросто. Сделать вас несчастными и сложно. Стройно вдруг станет ниже ростом, если чувство мелочное и ложно, но зато каким великолепием светитесь, лелеемые нами. Это ж мы как скульптор вас лепим грубыми и нежными руками. Мы еще раз поздравляем вас, дорогие женщины. Вас поздравляли капитан первого ранга ВМС США Гарри Юрий Табах. Черном женщины любви и надежности. Полковник российской армии Александр Глушенко. Вольно. Это ты женщинам такое говоришь? Вольно. Пусть расслабится немного. Можно согнуть правую или левую ногу. Правую или левую ногу. Сейчас дашь команду лечь. Нет, у нас не лечь. У нас называется ложись. Многие выполняют ее правильно. Ну и также ставший лейтенант пиджак Юрий Гимельфарк. Знаешь, как всегда напоминаю, выводы делать только вам. Подписывайтесь на канал Юрошворд. До встречи через неделю. Пока. Пока.